Господь Иисус сказал, Евангелие от Матфея 4.10. Это исповедание Иисуса. Символ веры наш. Он сказал, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. И мы поклоняемся и служим только лишь Господу Богу Всему Дущему. И Господь открывает нам в Слове Своем. Евангелие от Иоанна 4.23. Что время настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. 4.23. Настало уже. Извиняюсь, я от Иоанна 4.23. Мне очень нравится еще, как говорится в украинском переводе. Там есть слово «прагне», значит «жаждет». Кстати, как в грузинском варианте, я не уточнил. Там как стоит слово «жаждет» или же «ищет себе поклонников» в конце? Ищет. Ищет, да? Ищет. И сегодня Господь в Грузии и жаждет, и ищет тех, которые поклонялись бы Ему в Духе и в истине. Приступим к теме истории христианства. В Евангелии от Иоанна Господь говорил, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И Иисус Христос, Он создал свою церковь. Когда Иисус давал обетование, что врата ада не устоят перед церковью. Церковь Иисуса Христа была еще в утробе Его. Как женщина вынашивает ребенка под сердцем своим. Иисус вынашивал нас внутри себя, под своим сердцем. Рождение церкви Иисуса Христа произошло на Голгофском кресте. На Голгофском кресте в крови Его родилась церковь Иисуса. И все спасенные, возрожденные свыше христиане, независимо от времени, а независимо от национальности, связывают свое рождение свыше, именно с Голгофским крестом Иисуса Христа. Со святой кровью Иисуса. И крови Христа было пролито достаточно, чтобы спасти всех людей, чтобы спасти всю Грузию, чтобы спасти всю планету. Крови Христа пролито достаточно на кресте. Потому что это святая божеская кровь. И Иисус Христос сегодня спасает. И всякий, кто призовет Его имя, спасется. Первые христиане в это верили. В это сегодня верим и мы, христиане 21-го столетия. И в наши дни, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, кровь Иисуса омывает нас от всякого греха. И первые христиане молились только лишь Господу Богу. Первые христиане первых 300 лет переживали очень непростое время. В Римской империи церковь распространялась. Но римские власти относились к христианам как к сектантам. Считали опасной религией христианство. И наши с вами старшие братья и сестры в первых три столетия претерпевали гонения. Наших самих старших братьев и сестер порой по тех и ради бросали на растерзание львам в Колизее и в других театрах. Распинали на крестах. Сжигали. Морозили на холоде. Но церковь Иисуса Христа все равно распространялась. Первые века христианства очень часто называют временем мучеников и апологетов. Потому что очень много мучеников было за веру в Иисуса. Мы не знаем, сколько именно было репрессировано человеку. Ученые предполагают, что могло быть примерно три миллиона человек репрессировано. Некоторые ученые называют историки, называют большие цифры. Вместе с теми, кто был убит, многие тысячи и тысячи христианских семей были вынуждены бежать, спасаясь бег. Один из историков предполагает, что могло быть до шести миллионов человек репрессировано за веру в Иисуса Христа. Большинство из них, конечно, мы не знаем сегодня. Но имена некоторых из этих мучеников, они дошли до нашего времени. К примеру, в Грузии очень почитают мученика Георгия Поведоносца. Его в разных странах его знают. Помнят о его имени. Хотя исторических сведений очень мало, достоверных. Но мы знаем точно, что это был римский генерал, офицер, старший, который был за веру в Иисуса Христа репрессирован, убит. И много других мучеников и мучениц того времени мы знаем. первые христиане не молились друг к другу, они не молились своим умершим братьям и сестрам. Первые христиане так же, как Иисус Христос, говорили, Господу Богу Твоему поклоняюсь Ему одному служить. И церковь Иисуса Христа именно так и верила, так и молилась. Первый посланник Тимофею 2.5 говорится следующее. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус предавший Себя для искупления всех. И послание к евреям говорит нам, что Иисус Христос есть великий первосвященник. Он есть ходатай Нового Завета. Однажды и навсегда приобрел искупление вечное. Иисус Христос и апостолы Иисуса говорили, что ни в ком ином нет спасения. Они подчеркивали, что нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. только Иисус Христос. Так верили первые христиане. Первое христианство очень сильно отличалось в этом от того, всего, что было потом названо христианством. К примеру, сегодня миллионы людей молятся многим мученикам. Молятся тому же самому Георгию Победоносцу. Святое Нино многим другим святым, прося их помощи, заступничества, чтобы Бог ответил на их молитву. Многие христиане, миллионы и миллионы христианств считают себя недостойным обратиться к Богу лично, прямо. И они говорят, вот есть многие ходатай, посредники к Богу. В основном это мученики. И они удостоились этого права быть за нас ходатай. Друзья, это вера неправильная. Вера правильная в Библии. Вера правильная в том, что Иисус Христос и апостолы и первые христиане верили. И я расскажу вам сегодня и на протяжении всей этой недели как постепенно в христианство проникали антихристианские учения. Я убежден, что сегодня время реформации. Реформация это не новое. Это не выдумывание нового. Это хорошо забытые старые. зачем нам велосипед изобретать? Вера уже дана нам в Священном Писании. И кстати, некоторые священнослужители православные, католические порой говорят мне, но ведь то, что ты рассказываешь, это протестанты так верят. А я говорю, позвольте. А что, это Лютер написал? Или Кальвин? Или Баптисты? Нет. Это Дух Святой дал через апостолов. Этому говорил сам Иисус Христос. Сам Иисус сказал Евангелие от Иоанна 14, 6. Я есть им путь. Истина. Жизнь. И никто не приходит к Отцу. Как только через Него, через Иисуса Христа. И друзья, дорогие братья и сестры, первые христиане верили так. Были гонения жестокие. Но библейскую веру христиане сохраняли. К к сожалению, когда пришло время мира, когда христианство и здесь на Кавказе и во многих других регионах становилось государственной религией и христианство уже не было гонимо. Христианские церкви строились. Христиане проводили открытые богослужения. Проповедовали о своей вере. Цари становились христианскими покровителями. к сожалению, в это мирное время стали проникать учения нехристианские в церковь. Это учит нас многому, друзья, что церковь всегда находится в зоне сражения. И когда нас гонят, и когда нас хвалят, и когда мы гоним и не имеем ничего, и когда мы в почете и всем обладаем, мы должны быть на страже, должны бодрствовать. Иисус Христос рассказывал притчами о царстве. Его притча о царстве это притча о церкви его. Потому что он говорил не о царстве будущем небесном. Он говорил о царстве его небесном здесь на земле, о церкви его. Он говорил, что не вот царство Божьего, сеть царства Божьего вытащит не только хорошую рыбу, но и плохую рыбу. И потом будет разборка, где хорошая, где плохая рыба. И Иисус говорил, что засеяно на поле царства Божьего было хорошее семя. А потом сторожи проспали. И ночью пришел враг, и он посеял плевелы. И сегодня мы видим, как на огороде царства Божьего, на поле царства небесного растет и плевела много, и совняков, хороших семян. И это будет продолжаться до самого возвращения Христа. Иисус рассказывал, говоря откровение свое Иоанну Богослову. Он говорит, что церковь сравнивается и с блудницей и с невестой. С одной стороны неверная жена с другой стороны верная невеста с одной стороны великая блудница с другой стороны та которая ожидает возлюбленного также было и в Ветхом Завете пророк Иеремия Исайя другие пророки они говорили от имени Бога к Израилю. И когда Израиль сохранял верность Богу Бог называл Израиль возлюбленной своей женой своей но когда Израиль отступал от Бога когда Израиль начинал подражать вере тех народов что окружали его Израиль не забывая про Иегову а Израиль начинал молиться другим богам других народов Бог посылал тех же пророков и обличал своих детей Он обличая и называл их блудницей сравнивая многобожие супружеской неверностью Он очень ревнивый Бог даже кавказская ревность не такая ревнивая Наш Бог он еще более ревнивый Его дух до ревности любит в 20 главе книги Исход во втором стихе Бог говорит Я Господь Бог Твой Который вывел тебя из земли египет египет из дома раб да не будет у тебя других богов пред лицом моего только Он это заявление казалось бы очень эгоистичное но почему так Бог заявлял почему Он и сегодня так же говорит наши сердца почему Он ревнует даже если ты думаешь о других богах или ты начинаешь открывать самое интимное в себе сердце свое для другого бога прося кого то еще в Библии говорится его ревность пылает как огонь потому что Он имеет на это полное право потому что Он любит тебя Он любит всех нас Он создал нас и Он знает прекрасно больше чем мы знает что когда мы открываем свое сердце для кого то еще когда мы начинаем молиться кому то еще то мы открываем самое интимное в себе это наше сердце наш дух то для Бога это тоже супружеская неверность но если жена может мужа обмануть и рога наставить и он не догадается то Бога не обманешь никого все это пред лицом его и потому он ревнует больше но он не просто ревнует он говорил пророкам своим что он каждый раз дает шанс покаяться он дает шанс вернуться он говорит вернись я все прощу есть слово покаяние по-еврейски звучит как тшува а это означает возвращение это значит вернуться везде где в Библии говорится покаяние в еврейском языке означает вернуться возвращение и даже если вы выросли в семье неверующих как я допустим я вырос в семье атеистов или может вы выросли в семье христиан что верили в Бога мои родители не верили в Бога но неважно в какой семье ты вырос если ты пришел к Богу пережил с Ним встречу то это как будто бы ты вернулся домой правда любой верующий независимо какой он конфессии независимо от национальности Бог нас всех знает когда мы обращаемся к Нему у нас такое чувство возникает у всех как будто я вернулся домой как будто я вернулся к отцу как будто знаете вот люди обычно говорят так а где я была раньше а где я был раньше почему я раньше не знал такое ощущение что вот ты где-то там блудил и вот теперь вернулся теперь настоящий у многих такое понимание возникает как будто ты спал и вот теперь проснулся наконец у кого-то сон был страшным этот как вот у Олега Тихонова да у других людей некоторых это были страшные страшилки вообще а не жизнь у кого-то был сон так ничего себе даже хороший вроде бы приятный сон был такой грешник такой ну вроде бы хороший грешник но каким-то бы ты грешником не был мы все спали мы все не знали Бога каждый сбился на свою дорогу и неважно она хорошая или красивая или ужасная самое страшное что эта дорога ведет не к храму что же как в том фильме да что же дорога не ведет к храму вот но есть одна дорога истинный путь который сам Иисус Христос вот он ведет в небеса слава Иисусу дорогие друзья братья и сестры Бог открывает с Господом есть один Дух с Господом то есть когда мы открываемся для Бога мы становимся одним Духом с Господом первые христиане это очень хорошо понимали слава Богу они не молились никому другому помимо Господа они знали лишь одного посредника Иисуса Христа и за имя Иисуса отдавали свою жизнь они не молились его матери они не молились другим умершим святым они молились только лишь Богу и дорогие друзья братья первые христиане еще кое в чем отличались от того последующего христианства первые христиане молились только лишь за живых людей они не молились за умерших они знали из Писания слова Иисуса Христа что верующий в него не судится но перешел от смерти в жизнь а неверующий уже осужден потому что не уверовал во имя Ненародного Сына и они дорожили этой верой я расскажу в эти дни как молитва за упокой этот религиозный оккультизм пришел в христианство и это очень прискорбно сегодня я убежден что церковь должна вернуться к вере евангельской протестанты православные католики неважно есть одна вера вера божья а кто духа Христова не имеет тот и не его если кто-то кто верует не так как сказано в Писании не так как говорит Библия то реки воды живой не потекут никогда и наоборот если мы верим так как говорит Библия верим так как говорит Библия то тогда реки воды живой они текут жизнь вечную вернемся снова в историю с 30 года до 313 года первый период истории христиан в этот период времени я говорил уже церковь была гонима но несмотря на гонение церковь росла и очень хорошо росла в условиях подполья конспирации церковь разрасталась люди не могли собраться на большие собрания большие богослужения проводили было небезопасно христианская церковь распространялась главным образом через домашние группы домашние общения но даже и домашние общения были небезопасны поэтому в больших городах многие христиане собирались за городом в брошенных шахтах катакомбах они шли туда не потому что им там нравилось нет но они были вынуждены собираться эти катакомбы использовались часто как кладбище но чаще всего это были просто брошенные шахты там собирались беглые рабы бандиты без криминала собирались контрабандисты все собирались то есть все кого искала полиция там почему потому что из катакомб много было выходов и даже если облава можно было очень легко скрыться и христиане были вынуждены идти в эти места потому что у них мало было возможности в городах собираться потому что собираясь часто на квартирах в домах они вызывали подозрения соседей и любой сосед мог просто сдать это собрание и если он сдавал то убивали христиан многие общины в это время они ходили в духе святом потому что без духа святого просто было не выжить в последующих столетиях христиане учились обходиться без духа святого к сожалению вместо духовной жизни чаще всего в следующие столетия в последующие приходила структуризация многие считали что время чудесного прошло потому что теперь мы уже официальная церковь сегодня видно что это было ошибочное мнение потому что заменив дух святой структурой люди были подвержены многим и многим ересям и еще один большой грех сделали последующие христиане начиная с четвертого столетия они доверили сильным век сего властям императорам царям всю власть церкви если первые христиане первых триста лет верили и знали что Иисус глава церкви то в последующие столетия начиная с четвертого века императоры цари князья становились главами царь руководители царь эта модель называется цезарь папизм цезарь это светская власть император царь папос это отец духовная власть то есть когда светская власть управляет церковной властью цезарь папизм это система взаимоотношений церкви и государства когда государство управляет церковью а церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего вместо главенства Христа главенства мамоны и главенства политиков в этом большой грех был и есть чего греха таить по наши дни особенно к сожалению для православной церкви это очень характерно и я думаю что пришло время покаяться в этом Иисус Христос говорит следующее когда ему сказали о налогах платители налоги он сказал покажите мне Ларри чего там изображение я правда не знаю чьи изображения на Ларри разные изображения да в те времена на монетах были изображения царства а Иисус говорит так давайте кесарю кесарева а Богу Божьем то есть это два разных царства как граждане Грузии мы должны платить налоги и быть гражданами Грузии исполнять обязанности у нас как у граждан Грузии есть свои права свои обязанности мы можем быть гражданами разных стран и перед каждой страной у нас есть своя ответственность обязанность но будучи гражданами разных стран мы должны понимать что мы являемся христиане гражданами неба которая выше любых земных границ церковь Иисуса Христа это не грузинская церковь и не армянская церковь пусть армяне не обижаются на меня я прошлый раз в Руставе проповедовал и ко мне подходила одна женщина старая она ассирийка и она меня спрашивала о Боге о вере а потом она очень старенькая а потом говорит батюшка знаете а мы ассирийцы христиане еще до Иисуса Христа Грузины тоже так говорят армяне вообще два дома это когда сыны божьи заходили к дачам человеческим это об армянах я понял хорошо везде есть свои знаете ли как мягко сказать особенности христиане да примеру в Украине есть священники и даже епископ один который говорит что Иисус был украинцем 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 вы смеетесь а им не смешно один из епископа прямо доказывает и многие считают что на небесах будут разговаривать украинским но я не знаю как насчет говорить на грузинском на небесах или нет но петь наверное будем на грузинском знаете когда поют мне кажется вот как на небесах все равно кажется это как будто небесная такая слава богу так вот разное мнение есть у разных народов но есть гражданство небесное и когда гражданство земное и гражданство небесное конфликтуют а это часто бывает к сожалению то мы христиане должны как и первые верующие говорить так как говорили первые апостолы справедливы ли перед богом вас людей слушаться больше чем бога и и хотя апостолам и верующим запрещали говорить об имени Иисуса с одной стороны они должны были послушаться есть религиозные власти есть светские власти но есть небесные власти и хотя религиозные правители и светские правители запрещали говорить об имени Иисуса небесная власть говорила говорите о Христе проповедуйте Иисуса Христа в этом благосновение наше вот такой пример во время Второй мировой войны когда пришел Гитлер он церковь обязал подчиняться новой власти он сам был по вероисповеданию был католиком его родители были католиками напожными людьми когда его мама была беременна и маленький Адольф еще был внутри тогда не было еще УЗИ нельзя было проверить кто родится мальчик девочка и мама его дала зарок такой Богу если родится мальчик он будет священнослужителем католической церкви и когда ему исполнилось 4 года его отдали на воспитание монастырь очень строгое воспитание кстати другой тиран 20 столетия Иосиф Сталин он тоже такая же история очень похожая история когда его мама была беременна она тоже сказала что если родится мальчик он будет священником православной церкви и они оба получили религиозное воспитание один в католической церкви другой в двух христианских больших конфессиях но христианство без Иисуса Христа в центре внимания оно порождает монстров христианство не указывающее на Иисуса как на единственного спасителя избавителя оно в истории рождало и рождает чудовище и тот и другой и Сталин и Гитлер они выросли чудовищами хотя были воспитаны в христианской традиции но я на последующих лекциях расскажу об этом еще попозже сегодня у нас тема ранее христианство но иллюстрация пусть будет такая Гитлер придя к власти он вводил новую идеологию в стране это был дарвинизм это был социальный дарвинизм это продолжение теории Дарвина это предположительно то о чем писал Дарвин во второй своей книге которую уничтожил он уничтожил даже рукописи чтобы нельзя было книгу восстановить у него хватило разума понять что эта книга доведет до беды но к сожалению ученики его из бесед знали о чем он говорит о чем он работает и борьба видов в животном мире и растительном была перенесена на человеческое сообщество и один из краеугольных камней камней фашистской идеологии национал-социализма был именно социальный дарвинизм они верили что есть высшие расы есть низшие они верили в высшую эволюцию одних народов и в низшую других сегодня многие из нас ужасаются смотря хронику тех лет многие из нас просто не понимают как такое могло прийти вообще людям в голову но это был социальный дарвинизм и многие фашистские офицеры работая над массовым уничтожением народов верили что они благо делают и и это идеология была принесена в христианство католическая церковь благодаря жесткой структуре вертикальной власти молчала и принимала новую идеологию только вдумайтесь из десятков тысяч священно-серковно-служителей третьего рейха как вы думаете сколько священнослужителей выступило против этой идеологии вот какое ваше мнение вообще один человек официально только лишь один священнослужитель отказался свою паству делить на арийцев и не арийцев да высшая раса низшая раса он говорил в моем храме все и немцы и евреи и все африканцы кто угодно все будем причащаться вместе это был бернхард лихтенберг настоятель хедвест лихтенберг этот бернхард он выступил против этой идеологии ему говорили многие высокопоставленные священнослужители высокопоставленные священники епископы кардиналы говорили ему они говорили ты священник и ты идешь против системы папа молчит кардиналы молчат а ты почему выступаешь некоторые из них говорили но мы тоже не во всем разделяем может быть эти мнения но мы молчим но мы говорили мы говорим что мы его арестовало гестапо полгода его ломали в тюрьме над ним издевались его его принуждали отречься от его мнения затем был показательный суд в суд транслировался по радио его признали изменником государства церковь открестилась от него сказали это отступник его судили как преступника и как отступника судья приговорил его в отправке в концлагерь в Дахау но он был настолько уже болен после всех пыток что он по дороге скончался не дышал в концлагерь есть мнение что его гестапо устранило физически по дороге в Дахау потому что в Дахау было около тысячи священнослужителей протестантских которые знали что Бернхард выступил против Гитлер репрессировал около трех миллионов немцев Германии Германии десятки тысяч священнослужителей были репрессированы протестантских протестантских не имели единой системы структуризации поэтому для фашистов это была головная боль им приходилось очень работать с каждым объединением отдельно но примерно одна треть всех протестантских пастырей согласилась с новой идеологией две трети не согласилась в основном они погибли в концлагерях десятки тысяч пастырей протестантских в Германии они сопротивлялись без оружия в руках но они сопротивлялись идеологически они сопротивлялись Библии они говорили что Иисус Господь есть и над немцами и над евреями и над африканцами над всеми и у Бога нет людей второго сорта во Христе Иисусе нет разницы какого-то происхождения вчера на покаянии я говорил как раз эти слова великий американский реформатор Мартин Лютер Кинг баптистский пастор проповедник ему часто упрекали порой знаете порой очень злые языки бывают человеческие ему говорили а ты черномазый чему ты можешь учить вообще чему-то светлому еще нас учишь он не обижался на них но он говорил так что да у меня черная кожа но у меня белое сердце которое омыто кровью Христа но он говорил что я знаю многих белых людей у которых черные сердца которые не омыты кровью Слава Иисусу Христу пусть Господь сегодня всех нас омоет своей кровью потому что когда мы ходим во свете во свете Слова Божьего имеем общение друг с другом то кровь Иисуса Христа она омывает нас от всякого греха аминь да дорогие друзья кстати назову еще лидеров немецкого сопротивления я хочу вспомнить некоторых праведников сегодня я вспоминал сегодня Берфарда Лихтенберга кстати католическая церковь его не так давно канонизировала как святого я был в Берлине не раз мне очень нравится этот город много друзей я там каждый год преподаю и когда я был впервые в этом музее Берфарда Лихтенберга я ходил по этой выставке по этим смотрел на фотографии знаете я ловил себя на том что я не могу думать о нем сейчас я думал о десятках тысяч других священнослужителей которые согласились которые сдались которые бросили весла которые не гребли которые согласились с фашизмом согласились с расизмом и я думаю церковь сделала очень плохо католическая его канонизировав потому как при жизни побивала его а после смерти канонизировав лучше чем канонизация было бы размышление о том как бы не допустить этого в будущем лучше любой канонизации Берфарда было бы разработка такого порядка когда антихрист он не сможет руководить этой конфессией но любая конфессия любая система которая строится по образу века сего она этим веком и может быть контролируема только лишь та которая в духе и в истине она устоит первые христиане они избегали структуризации они в духе и в истине развивались распространялись и таких поклонников отец себе ищет в наших конфессиональных структурах мы должны давать место Духу Святому обязательно и слушать что Дух говорит сейчас слава Богу слава Богу